Даете ли вы добровольные согласия на это интервью? Да, да, да. На его записи и публикацию? Да. Сразу говорю, формат беседы, то есть можете задавать встречные вопросы, если хотите какие-то. На те вопросы, на которые вы не хотите отвечать, вы можете на них не отвечать. Это ваше полное право. Представьтесь полностью. Головцов Иван Викторович, 12 марта 1990 года рождения. А где вы проживали? Ну, проживал при части в стане Старжевая, Карачаево, Черкесия. Карачаево, Черкесия, республика. Это республика? Да. Можете рассказать кратко, как вы попали в Украину? Ну, попал в Украину. Это 28 февраля непосредственно при заходе своей части. Находилась в Карачаево, Черкесии. Совершила марш и непосредственно 28 февраля зашли непосредственно на территорию Украины. Ну, вы, поскольку 28 числа уже заходили, да, вы уже понимали, что в Украине происходит это? Ну, как бы у нас, ну, как бы телефоны забирали, как бы на конкретные вопросы, что зачем, как бы никто не отвечал. Ну, как бы то, что в интернете некоторые видели, то, что проходит специальная операция. Какая у вас должность и звание? Капитан, начальник автомобильной службы бригады. Как капитан, начальник автомобильной службы бригады, вы понимали, куда направляется ваш капитан? Ну, то, что на территории Украины. Вы все-таки понимали, что на территории Украины? Ну, да. С какой целью, как вы себе это определяли и как для вас определяло это командование? Ну, как бы конкретики вообще никакой ничего не доводило. Вообще не было конкретики. Вы тихо разговариваете, я вам напомню. В конкретике, как бы вообще задачи, что именно, как бы вообще ничего не было информации. Как бы и команда не отвечала на эти вопросы, потому что она, как бы, не знаю, может, командиры знала, а остальные это никто не знал. И вы командиру не задавали вопросом, почему там есть в Украине? Ну, просто, что не знаю. Так отвечал. Если взять процесс вашего захождения, вот вы заезжаете, вы знаете, вы понимаете, что вы заезжаете. Вы, как командир, наверное, автомобильной бригады не можете не понимать, что вы попали на территорию Украины, правда? Ну, там, ну, при движении-то видно, что там боевые действия. Я, как бы, моя задача была эвакуация техники. Я, получается, днем заходил, ну, забирал неисправную технику и обратно в Крым эвакуировал. Ну, как бы, видно, то, что там боевые действия идут, война идёт. А каким образом именно вы бы эвакуировали и какую технику? Ну, своей части, неисправную технику, своей части. Какая это техника? Ну, это гусеничная МТЛ была. А чем вы эвакуировали ее? Ну, у меня, получается, ну, специальная техника была для эвакуации. Там мастерская, РМКЛ. И как часто вы смогли зайти, сколько километров проехать для этой эвакуации и куда вы именно его заходили? Ну, до, получается, ну, до Новой Каховки. До нее доходили. И пару раз, вот, до, пока не попал в плен, до Херсона. А что вы говорили, это сколько времени у вас занимало? Ну, получается, я утром заходил, в обед возвращался. Ну, один, там, максимум два, если техника рядом находилась, два марша совершал и все. Ну, вы видели раненых, убитых, погибших, там, разбитую технику, правильно? Ну, да, разбитой техники много было. И наши, и это... Там, ну, всего за часть около 120 единиц, где-то так привязать. 120 единиц, а какой это техники? Ну, это вот гусичная МТЛБВ и остальная колесная техника. А личного состава? Ну, личного состава где-то под 800 человек, еще побольше. 80? 800. 800. Сколько из этой техники вы поломалось, которую вы вернули назад? Порядка около 30 единиц. Это была поврежденная во время боевых действий? Ну, это неисправная техника в ходе марша. То есть машина ела? В основном вы забирали неисправную? Да, это неисправно, да. А, только неисправно? Ну, не, я всю забирал. Ну, у нас вот до 5 марта, там, я только неисправно. А после 5 марта? Ну, я 5 марта в плен попал. Хорошо, со сцением на 5 марта, то есть 120 машин, сколько, 30 вы вернули, и сколько еще осталось не вернутых, которые жестко разбомблены, там, электрики повреждены? Ну, там немного машин, 7, наверное, оставалось, 7-8. Ну, как бы далеко, там особой связи не было, как бы, но, может, какие-то, что-то было и больше. Сколько у вас в подчинении было бойцов? Ну, порядка 7 человек. А чем они занимались? Ну, чисто эвакуации техникой занимался и все. Чисто эвакуировался. А на разных машинах, получается, вы ездили? Ну, у меня, да, это РМКЛ, получается, аукционный тягач, мастерская, ну, иногда я трал брал, вот и все. Когда вы заходили в Украину, уже видели бои и последствия боев и все остальное, о чем вы думали? Ну, как бы, бои не видел, но видел, вот, на Украховке, ну, вдоль дороги, ну, сожженные дома, да. Последствия, когда вы видели, и дома? Да, ну, как бы, ну, понимал, что тут, ну, что война начинается, то, что это, ну, серьезные боевые действия, что, как бы, что люди страдают. Так, и вам было все равно? Ну, как бы, что я бы изменил, как бы, не все равно, ну, как бы, людей-то, ну, не видел, потому что, где войска стояли, гражданских-то никого не было. Ну, задумывается. Ну, это, да, видел. Ну, а если есть сгоревшие дома мирных жителей, значит, наверное, есть и потерпевшие мирные жители? Ну, потерпевшие-то, конечно, да и погибшие, тоже, по-любому, были. А в Рике, ну, чем вы рассказывали? Да, и потерпевшие, ну, тоже-то задумался об этом. Так, и к чему вас приводили, каким было в этом ваши мысли? Ну, то, что много людей страдает, то, что он не понимал, ну, для чего это все, почему так все это происходит. Ну, тем не менее, вы продолжали ездить и делать то, что вы делали. Ну, да. Ну, извини, не хотелось остановиться, не хотелось как-то протестовать против этого? Да, не, ну, а как протестовать, что сделать? Просто я даже не знаю. То есть, вы считаете, что от вас, в принципе, ничего не смысл? Ну, от меня одного, да. Даже, что если бы ушел, что-то бы сделал, ну, и что бы сделал. Ну, получается, под Николаем находился на рысе, ну, получается, маршрут проезжал, чтобы прочитать количество, если нету, по маршруту, но своя неисправная техника. И, получается, вот машину, ну, получается, ну, обстреляли, ну, она заглохла, попыталась завести, ну, и гранатомет попал. Ну, и все, и, получается, машина загорелась, ну, мы вышли и попали в плен. У нас четверо человек было. Машина загорелась, вы вышли из машины? Да, да. Как? За рулем кто-то был? Ну, там водитель, и со мной еще два человека, у нас всего четверо было. Как вы находились с двумя еще людьми? Ну, в рысе там сколько-то, пять человек помещается, вот у нас четверо человек было. Это, получается, возле водителя, непосредственно в кабине, там все размещаются, да? Да, да, ну, да, ну, как джип. Я понимаю, я же не ездил ни разу в рысе, я не понимаю. Ну, да, как бронированный джип, получается. Все, теперь я понял. Подбили рысь вашу? Да. И вы вышли? Ну, да, ну, и все, и нас взяли в плен, вот это под Николаем было. А как взяли в плен? Ну, как? Вы вышли, сдавались? Ну, люди, да, ждали, но мы все, мы без оружия вышли, и нас все ждали. Сдали в плен. А я понял. Что вы можете передать, что вы можете передать людям, которые отправляют сейчас в Украину, готовят к отправке, которые уже в Украину, как вы можете описать для них войну, и что вы можете им передать? Ну, война, это, как бы, это страшно. Нет, то, что здесь происходит. Ну, то, что люди погибают здесь, то, что мирные жители страдают, то, что... Сейчас я не понимаю, для чего это все происходит, и что это дает. Потому что... Много ли вы слышали нацистов о уничтоженных нацистах каких-то, или много ли вы их встретили? Нет, сейчас ни одного не встретил, как бы... Поразитик, вы, наверное, уже где-то около 50-й у нас респондент, и вот все идут кого-то деноцифицировать, а ни одного нациста никто еще ни разу не встретил. При том, что разговор, как вы понимаете, еще раз говорю, абсолютно добровольный, да? Ну, да. Расскажите, пожалуйста, не стесняйтесь, расскажите про нацистов. Ну, их нет, ни одного не видел. Все люди, как бы, на русском, на чисто русском говорят. Как бы, даже и на украинском-то особо никто не говорил так. Все русскоязычные люди, все простые, нормальные люди. Ну, они нацистов, ничего я не встретил. В таком случае. Как вы объясняете себе это все, вашу спецоперацию, так называемую? Я, если честно, даже сам не понимаю до конца. Для чего это? Я не думаю, что здесь имеет смысл как-то долго беседовать, потому что, я не знаю, я не понимаю, я не слышу, что я не буду. Ну, да. Ну, то есть, все, спасибо вам.